всем доброго времени суток столкнулся я с такой проблемой с которой на все владельцы 30-летних машин сталкиваются пересталами толком греть печкой первым делом посмотрел может быть забиты радиатор печки но оказалось у нее суподачи швобратка в принципе одинаково греется поэтому то что печка забита отмел напрочь далее вспомнил как у меня сосед разбирал машину и там где у нас печка находится сверху над ней установлены заслонки которые перекрывают холодный горячий воздух может у него были наклейки такие которые со временем осыпались и одно время все время помню у меня здесь какие-то хлопья вылетали я так понял что проблема тоже скорее всего именно кроется там но также вспомнил что он практически всю торпеду разбирал чтобы достать эту печку переклеить эти накладки так сказать так как под ними там такие большие отверстия в этих заслонках и видимо от них уже толку особо нету воздух смешивается и соответственно толком машина не нагревается внутри но меня остановило то что надо все разбирать машину но тут я наткнулся в интернете где человек показывать можно снять бардачок этот кусок разобрать и там можно просто достать часть печки одна заслонка останется в этой части 2 в той части в принципе все это доступно чтобы наклеить эти решетки но тут я значит занимаюсь кузовными работами поднимаю коврики снял сиденья и хочу снять переднее сиденье чтобы еще поднять коврики там пересмотреть поэтому решился наверно со снятыми сиденья можно будет попробовать добраться до печки не то чтобы они сильно мешали на думаю так будет удобнее так что посмотрим принципе что у меня получится разобрал я старушку и принципе это пассажирская сторона как для 30-летней дамы я считаю довольно неплохо сохранилась но это к сожалению пассажирская водительская слегка похуже тоже накладки такие но тут ржавчина есть надо будет обстучать все убрать но не критично кузов здесь покрыт какой-то белой эмалью а тут я зачищал он там получается цинкованный поэтому все-таки это дало свои плоды вот так что принципе еще довольно неплохо здесь вот были лючки они уже повыгнивали я их посадил на заклепки с той стороны снизу накладки с нержавейки на алюминиевой заклепки не стал варить потому что я говорю кузов цинкованный обработанных начнешь варить она попропалит мне кажется на заклепках может даже лучше будет тем более все самолеты на заклепках ни один не развалился но это мое личное мнение никому ничего не это так понимаю наверно подушки безопасности стоят поэтому теперь уже можно будет и до печки добраться бардачок у нас крепится на три винта сверху один снизу откручиваем и он падает вниз я так понимаю вот надо турбину открутить у нас под капота откручивается так вижу болты и вот эти защелки на первом взгляде не кажется всех не щелкнуть но у них с обратной стороны есть за что зацепиться чтобы щелкнуть поэтому принципе может и получиться над вопрос что там это сзади парочка стопудов стоит сверху тут нащупывается тоже как и отковырнуть сзади снизу он там поэтому не знаю попробую если получится все вам покажу ну что же в принципе это реально снял тут же видно резистор в идеале в принципе можно будет посмотреть профилактику двигатель взять вот одна заслонка без поролона она получается вот этот рукоятка когда я до конца вниз полностью перекрывает воздух из-под капота вот главная проблема вот она это задвижка на как раз таки перекрывает холодный горячий воздух так вот должен быть горячий то есть получается перекрыли и уже дует через печку и наружу когда мы перекрываем вот так вот дует с улицы холодной и соответственно так как там ничего нету то надула куда хотела вот он весь поролон считами попереду радиатор упал он сколько этому все вычищаем принципе все там снять то тоже не видно что он там был поэтому я думаю это все можно заклеить печка будет дуть снимается принципе не сложно вверх-вниз таких зажимов есть такая собачка есть за что подцепиться только нас противоположной стороны единственно сам от самой верхней конечно ломанул ну думаю большого вреда не будет потому что ну тут в пазы устанавливается без одной застежки я думаю все будет хорошо ну что же я продолжу принципе все получилось вот это главное получается заслонка которая перенаправляет через печку и помимо печки воздух поэтому если уже даже ее восстановили будет дуть холодную и горячий воздух раздельно так получается когда она была осыпавшись от поролона осыпался у нас летом все зимой воздух и шел через печку и помимо нее главное когда вы ее разберете там вот за радиатором много поролона по убирать надо и вот с той стороны тоже много поролона там кстати в глубине не знаю как показать вон еще одна перегородка она уже перенаправляет потоки на ноги и так вверх поэтому там уже на усмотрение главное вот этот большая там вот много такого поролона будет поэтому его надо весь достать начал просто забьется впереди радиатора и толку от этого ну и здесь тоже восстановил заслонку получается когда мы полностью выключаем печку там еще есть доворот доворот такой поэтому у вас будет полностью перекладываться поток из-под капота ну мне сейчас осталось установить саму турбину на место и проверить с установкой турбины вообще проблем никаких идеально становится ничего не мешает единственно так как один сделал сюда опору потому что два болта с под капота закручиваются а так все без проблем стало защелки все я столько включим посмотрим как дует снял все решетки на воздуховодах мы при первом включении там где-то поставался поролон чтобы он выдался от туя ну и заодно посмотрим как работает заслонки включаем зажигание пробуем да уж пыли в глаза летит немало так сейчас у нас установлена вперед полетели ошметки снизу не дует переключаем вниз и на лицо начала дуть на ноги и причем прилично только на ноги здесь у меня раньше вообще не дуло теперь вообще огонь ну и на спереди тоже полетели ошметки а тут уже не дует то в принципе можно считать данный метод такого кустарного ремонта в принципе пригоден тем более не пришлось разбирать всю торпеду поэтому такое видео мне помогло надеюсь кому то тоже будет полезно можете написать комментариях что вы думаете по этому поводу всем спасибо за внимание всего хорошего спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр